Очаровательная Маруся, дерзкая Вика, взрывная Мотря и секси Яна. Все они разные, но хотят одного. Видеть вас во Дворца Украина. 8 и 9 октября на концертах Дизель Шоу. Приходите, будет весело. Не больница, а чёрт знает, что всего 235 каналов. Согласен. Да и кормят здесь неважно. Подавали сегодня каре ягненка. Где семга? Где чёрная икра? Столовка. Как ты вообще тут что-то есть можешь? Я только из велюра заказываю. Что там вкуснее? Там дороже. Хорошо, хоть проблему с кислородными аппаратами решили. Будешь? А вдруг у тебя корона? Не, не корона, бро. Не, не корона. Яблоко на молоке. Давай тогда. Ага. Ага. Да. Вот раньше, помню, в Феофании здорово было. Да. Можно было себе медсестричку покрасивше выбрать. Да. Таблеточки запрещённые давали. О. Уколчики всякие весёленькие. Я тебе так скажу. Раньше вообще очередь в Феофанию стояла, чтобы заболеть. Это точно. А сейчас не то. Испортилась Феофания. Ну, какая страна, такая Феофания. Да. Власия, блин, здоровый мужик. Вот таки. Выше тебе на голову и стоит передо мной и плачет. Просто плачет, как дитина. А там же... Нет, ну, стоит передо мной. Больше не треба клизма. Больше не треба клизма. А там же всего 10 литрів. Hello, everybody. Move your feet, control your body. Вот тут у нас... Ага. Вы кто такие? Вы кто? Мы санитары? Так. А где врачи? Врачи. Так. Вони сегодня не працюють. Субота. Санитарный день. Ага. Как санитарный день? А если что-то случится? Что значит если? По-любому что-то случится. Раз уж нас сюда направили. До речи, по программе закрой свой бизнес и ты працюй до лекарни. Так вы же даже не санитары. Та ты не хвилюйся. У вас, например, окулист. Окулист-проктолог. Так, и что он нам лечить будет? Лечить. Лекувати? Та я натягувати буду. Окулист-проктолог. Окулист-проктолог. А я травматолог. А он не лекует травмы. Он их наносит. Я люблю свою работу. О, так ты хворый. Ничего я не хворый. Хворый, хворый. Диви, и синяки под очима. Точно. Да нет у меня никаких синяков. Вы чего? Та сейчас будут. Мы же только начали лекарство. А для хорошего начала лекарства нужно что? Дать анализы. Давайте. Что? Какие анализы? А если я не хочу сдавать? Васю, он не хочет. Кто? Кто? Кажется, начались анализы сдаваться. Да давайте баночку. Вы вообще понимаете, кто мы такие? А уже ж вы найкращие люди Украины. Вот. Вы люди, которые помогают іншим людям. Вот. Вы герои. Вот, 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 вот. Так. Вы доноры. Кто? Не, 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 мы не доноры. Вы что-то путаете. Та доноры, доноры. Это, 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 зачем это все? Будемо зараз кровь набирати. Из пальца? Ну, як пиде. Может, с уха, может, с носа. Подождите, подождите. Господа, давайте с вами договоримся, как цивилизованные люди. Мы вам денежку переведем, а вы нас не будете трогать. Слухайте. А может, мы вас в морг переведемо? Там взагалі вас ніхто чіпати не буде. И безкоштовно, а? Да, что вы себе... Что это у вас? Это кровь? Так. Але то не моя. То свинячка. Свиняча кровь. Ну, сусідні палати, памятаешь? Там такие кабан. Ух, это вот такие. Мама. Ну, что мама? Ну, что значит мама? Причому тут мама? Ладно, ладно, не лякай. Бо вони зараз нам перездають аналізи. У вас, кстати, баночка там заканчивается. Может, еще одну дадите, а? Так ты надсорбни. Так вы хто такие все-таки, а? Ну, быстро объясните. Хто, хто? Ми реформатори. Ми проводимо реформу по скороченню кількості депутатів. До трехсот? Ой, а что треба було до трехсот? Трохи перевиповнили плани. Ну, так и бывает на куражі. Вы же у нас останній залишились. Ну, что? Почнемо? Подождите, подождите. Я вообще, я не больной, понимаете? Я просто тут полежать пришел. Ну, переждать, так сказать. О, 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 о. А это ты лучше вообще про Васю не скажи. Бо тих депутатів, які тут просто полежати, прийшли, Вася сам им робить вентиляцию легенем. Как это сам? А покажи, покажи. О! 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 До речи, той депутат так само лопнув. Та жартую, о, ну. Звісно ж не лопнув. Полетів. В смысле, как это полетел? Ну, я, як, 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 як поветряна кулька. Отако, фур, фур, фур. Отако, фур, фур, и в векно. Фур, 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 фур. А, а вы кем раньше работали до этого? Мясниками на рынку. Це ж ваші колеги придумали, щоб закривай свій бізнес, или працюй в лікарню. Ото ми і тута. Подождите, ну, ведь мясникам не було запрещено работать. Так, але ті, хто можуть дозволити собі м'ясо, лежать у феофанії. Ляшку давай, будем вакцину колоти. Какую вакцину? Що це такое? А як ти хотів? Тихо, 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 тихо. Перевірка пройде, а у нас м'ясо не вакциноване. Все зробим. Ти в лікуть кашляй. Я раджу робити так, як він сказав. Бо там замміністра так не зробив спочатку, але потім почав кашляти тільки у лікуть. Бо Вася йому загіпсував руку тако. А зачем локоть гіпсувати, якщо він не поломаний? Так я ж не дурний. Я його перед тим зламав. Молодець. Так, це ж какой-то цирк. Я цього так не залишаю. Я зараз позвоню начальству, руководителю нашій фракції. Він зараз з вами розбереться. А це не питання, не. Ви чого зборите-то? Ух. Слушай, а я вот это думаю, Васил. То правильно Влада придумала, что нас рекомендовала сюда, в лекарню? Так мы швиденько всех депутатов здоровыми сделаем. А потом и всю страну. Давай. А вот у меня ещё вот один вопрос. Ну, в общем, вот. Вот смотрите, как будто я танцую цыганочку. А вот представьте сейчас, что я скачу на лошади верхом. Вот так вам нравится? Яна, ё-моё, так куплю я тебе твой 12-й айфон. Не надо прямо так на него зарабатывать, ё-моё. Иосифа Серёновича, я вам перезвоню. Ты что, показывала сиськи какому-то Сталину? Кому? Кому ты звонила? А, это была онлайн-консультация. А, вот так вот это называется, да? Онлайн-консультация. Раньше это была просто порнушка на веб-камеру, а сейчас это онлайн-консультация. Класс, класс. Ну я серьёзно, это была онлайн-консультация у врача, у мамолога. Мамолога, да. А потом я увижу твои сиськи в каком-нибудь телеграм-канале сиськи на скорости, да? Егор, ну что ты такое говоришь? Ну, понимаешь, просто сейчас все больницы закрыты, вот, а врачи могут тебя по скайпу проконсультировать. А деньги ты этим врачам тоже на камеру показываешь, да? Нет, я им на карточку отправляю. Это хуже. А что, действительно больницы прям все закрыты? Ну, работают только инфекционки. Но если у тебя проблема, то врач может тебя проконсультировать онлайн. Тут онлайн не получится. Тут такая проблема, что надо ехать. Коронавирус! Жопа на прягус. А что это такое? Геморрой по-старому. А это то же самое, что было у Танькиного мужа? Нет, у Танькиного мужа вот там вот действительно. Он кредит в долларах взял. А у меня просто задница болит. Зайчик, дай пачок мою. Яна, ты в своем уме, ну ты чего? Ну, Пусть, ну пойми, что с геморройом тебя в больницу не примут. У тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса. Вот скажи, ты кашляешь? Слава богу, нет. Если бы я еще и кашлял, мне бы в два раза больнее было. А запах и вкус ты чувствуешь? Вот если я кашляну, то запах все почувствуют. Так, а откуда он у тебя? Да ну откуда я знаю. На карантине долго сидели. Вот я и насидел. Слушай, ну смотри. Я тебя сейчас запишу на онлайн-консультацию к врачу. К мамологу. А что у тебя еще с грудью проблема? А ну попрыгай так, как будто ты скачешь на лошадь. Яна, у меня нет проблем с грудью. У меня есть только одна проблема. С моей подружкой. У тебя нет подружек. Я про свою задницу. Ах, господи, я не знала, что вы дружите. Хорошо, сейчас вот я запишу тебя к проктологу, и ты ему все покажешь. Что покажешь? Я не собираюсь ничего показывать. Ой, Егор, я тебя умоляю. Ну тут ничего нет постыдного. Вот я, например, уже два раза ходила на прием к гинекологу. Это вы вообще, женщины, можете себя всему интернету показать. А я не такой. Что? Что? Вот и вспомни, как мы с тобой познакомились. Ты мне в интернете скинул свою голую фотку и... И ты влюбилась. И я поржала. Как поржала? Вообще-то там просто ракурс неудачный был. Я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать. Короче, не важно. Ты это, давай, собирайся, поехали в больницу. Да тебя без симптомов не примут. Примут. Если что, я им прямо в приемном покое, как кашляно. Господи, да не выдумывай. Да это ты не выдумывай. Ну о чем ты говоришь? Ну какой онлайн? Ну а если у меня, не дай бог, аппендицит, то мне что его, на камеру самому себе вырезать, что ли? Господи, ну какие ты глупости говоришь. Ну зачем тебе резать самому себя, если у тебя есть я? Лена. Подожди, 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 подожди секундочку. Ты вообще себе представляешь, как проходит лечение геморроя? Ну чисто теоретически да. Но я же как-то курицу фаршировала. Это что это ты показываешь? Фаршировку курицы. Ты сейчас не курицу, а то и индюшку показываешь, а то и корову. Ой, господи, Егор, ну вот Викусин мне рассказывал, что даже Саша пошел на онлайн-консультацию к урологу и ничего не стеснялся. Да ладно, Вика просто в комнату не вовремя зашла, вот Саня и отбрехался. К урологу он ходил. Хорошо, не хочешь звонить доктору? Давай, давай свечку поставим, а? Ага, заупакуй мои жопы. Да, да лечебную свечку. Я тебе сказал, я не индюшка, я себя фаршировать не позволю. Все, звони доктору. Ну и как ты себе это представляешь? Как я ему буду звонить? Вот так? Как? Вот так? Здравствуйте. Я тебе помогу. Не надо мне помогать. Что? Не хватало еще. Я понимаю, партнерские роды, но партнерское лечение геморроя это уже слишком. Ты как хочешь, а я в больницу не поеду, я боюсь заразиться. Ну, допустим, допустим, если я даже позвоню, а как он поймет, что я к нему на консультацию, а не просто показать свое отношение к медицине? Да просто не надо сразу все показывать. Для начала просто поздоровайся, скажи здрасте. Я сейчас не смогу этим местом сказать здрасте. Максимум, привет. Да ртом, ртом. На. Добрый день. Что вас беспокоит? Здрасте. До свидания. Ну, Егор. Я не могу. Я не... Ну, как ты себе представляешь? Ну, как я какому-то первому встречному, поперечному возьму и покажу свою задницу? Господи, да это его профессия. Ну, что, что профессия? А вдруг к нему какой-нибудь коллега зашел? Или еще хуже. У него день рождения. Ну, представь себе куча друзей на большом экране, большими цифрами, 60 лет. И тут появляется на экране, она и говорит, привет. Да не будет там никого. На, все. Слушай, я не буду звонить. Я могу ему рассказать, показать на пальцы. Я могу рисунок нарисовать. О, я могу сделать селфи задницы. Ну, типа она сама это сделает. Такое же бывает. И подпишем. Анонимус. Во-первых, это называется анонимус. Я знаю, как это называется. А во-вторых, врач должен все вживую посмотреть. Ну, что он увидит вживую через эту маленькую камеру? Да я поставлю просто хорошее расширение видео. Не надо мне ничего расширять. Я хотела, как лучше. Яна, ну, так, давай забудем это все. Мне легче, мне уже ничего не болит. Все хорошо, давай смотреть телевизор. Распеца решил что-то самое. Ну что, посмотрим телек, да? Да, да, да. Яна, блин! Ладно, ладно, я позвоню. Где мои праздничные трусы с жирафиками? Зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да, доктору все равно в каких-то труселях. А мне не все равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. Но в нашем первом сексе не было доктора. И я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты! Ничего себе! Какой у вас глубокий кариес! Чего? Какой еще кариес? Яна, ты к кому меня записала? Прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочки перепутала. Записала к тебе к стоматологу. Ты куда? Я сейчас быстренько все переделаю. Блин! К стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас это точно запишу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог? Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы... А что это ресничек нет вокруг глаза? А почему зрачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, все, я все сделала. Давай. Блин. Э, Ян, я... Я что-то не понял. Я еще ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на видеозапись. На запись? Ты чего это записывала, что ли? Я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как в дзюбе? У каждого мужчины свои слабости. А у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывать свое. Давайте выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Ну, иди, иди, и вон смотри телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Ну? О. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Точно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. А, ну, хорошо. В общем, у меня, ну, как бы, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите, не могли бы вы немножко назад отойти? Ага, ага. Вот так нормально? Приветики. Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Netflix. Ну, чё, как там? Как, как, как вам кверху? Послушайте, на самом деле, вот ничего такого прям трагичного я не вижу, но всё-таки вам придётся сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему? Дома и прислать. Фотку? Нет, вторую. И прислать нам в лабораторию. А как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда я смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать? Скажу. У вас геморрой. Вот. Я вам советую записаться ко мне на приём. Моё расписание есть на сайте, вот. Поэтому, ну, скажем, завтра на 15.00. Хотя, в принципе, вы всё это могли узнать и без видео. Подождите, а чё, так можно было? К вам можно при... Яна! А-а-а! Ты знала? Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный! Ещё какой заразный! Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. А-а-а! А-а-а! Всё! А-а-а! 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 У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему своё отношение к карантину. А-а-а-а! Ну, сейчас! Дорогие украинцы, я как представитель Министерства здравоохранения спешу вас обрадовать. В государственной больнице в полном объёме закуплены все необходимые медикаменты. Так что теперь каждый украинец сможет испытать на себе все блага бесплатной медицины. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Больно! Больно! Помогите! Ай! Больно! Сейчас тебе помогут! Вы уже в больнице? Мне тут две недели назад так помогли. Да, доктор? А что происходит? Зачем вы притащили к господина Сердюхова? Не мог самостоятельно передвигаться. Ножку сломал. Какую ножку? В ту, за которую он меня тащит! Вот эту. Ой-ой-ой-ой! Скажите, что я могу для вас сделать? Вы же доктор! Позвоните в полицию! Во-во-во-во! Блин, да, о! Тихо-тихо! Не надо никакой полиции. Мы сюда пришли лечиться. Бесплатно. Пожалуйста, я не хочу лечиться в этой больнице. Никто не хочет. Тем более бесплатно. Никто не хочет. Но надо. Ты же прописан в этом районе. В этом? В этом! Вот! Значит, лечиться можно только тут. А как вы ножку сломали? Подскользнулся? Да трынделся. Я, кстати, доктор, хочу вас предупредить, что это инфекционное заболевание. Я его носитель. Я понял. Давайте быстренько. Проходите, проходите. Что значит быстренько? Нам не надо быстренько. Нам надо, как все, в очереди постоять. Давайте сегодня можно без очереди. Как это без очереди? А вдруг кто-то придет от Ивана Ивановича? Не придет. Почему вы так думаете? Потому что я Иван Иванович. Ничего себе мне прет сегодня, а? Так что будем делать, доктор? Ну, я могу вас принять прямо сейчас. Как это? В неприемный день? Без предварительной записи? Без карточки? Без номерка? Не, нам такие поблажки не нужны. Мы пойдем сначала... В регистратуру. Ну, 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 куда вы? Ну, куда вы? Регистратуру, карточку завести. А, тем более у вас же, это, не дежурная больница? Ну. О, нам нужна дежурная. У вас же обезболивающих нет, наверное, да? Пожалуйста, не надо. Это уже третья больница. А что это он орет у вас в кабинете, доктор? Ну-ка крикните на него. Крикните, эти же пациенты. Да они спокойную речь не понимают. Крик не сказал. Людочка, коляску! Ему срочно нужно на рентген. Чего это? У него что, инфаркт? У него всего лишь перелом. Это что еще такое? С колесами? Нет. У меня была без колес. Ну, скажите, ну вот как он доберется на рентген? Как вы доберетесь на рентген, Иван Иванович? Пешком дойду. Пешком дойду? На девятый этаж. На девятый. Как на девятый? Рентген на девятом? А? Какой идиот это придумал? Чиновник один из министерства. Вы, может, даже с ним виделись. В министерстве? В зеркале. Дуй давай на девятый. Давай, давай, давай. Ну, пойду на девятый этаж. Куда ты спахил? Правильно я говорю, доктор? Правильно? Ну, вообще-то, действительно, нужны бахилы. Но, знаете, у меня есть, я ему сейчас дам. Что значит дам? Доктор, я же вас предупреждал. У меня переломы передаются воздушно-капельным путем. Я понял. Про дам. Про дам. Прямо здесь. Прямо здесь? Как так? Не на пункте у медсестры. Там, где-то там. А у вас здесь? Это ли не коррупция, доктор? Получается, коррупция... Надо идти к медсестре. Надо идти. Олег Петрович, бахилы закончились. Посылайте всех в четвертый корпус. Сегодня прямо... Прямо мой день, а? А? Я вас очень прошу. Ну, позвольте, я дам ему свои бахилы. Одна поблажка? Ладно, одна поблажка. Спасибо. Давайте, мой хороший. Во-во-во-во, доктор, что это вы делаете? Одевает, пускай сам. Ему же надо ногу разрабатывать, как мне. Да, доктор? Ну, давай-давай, все получится. Все получится. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Смотри, получилось. А я часа полтора вот так корячился. Ну, давай. Давай. Идите, мой хороший, идите. Девятый этаж. Девятый этаж. Иван Иванович! Чуть-чуть-чуть. Рано. Да как же, хороший мой... Чуть-чуть. Доктор. Понимаете, я хотел... Ждем. Иван Иванович, на каком вытяжке? Третий. О, теперь давай. Там нужно пленочку купить на первом этаже. Мою мать, раньше сказать нельзя было! Слыхал? Прямо меня процитировал, а? Я пока направление выпишу, пока он возвращается. Давай. Вот, все. Давай, посмотрю. Не, не подходит. Почему? Слишком разборчиво написал. Так ему сразу продадут, что ему надо. Что, давайте коряво. Не надо писать. Сначала нужно пройти обследование. Правильно? Так, давай. Садись. Сейчас мы Людочку вызовем. Людочка, зайдите. Так. Да, Олег Петрович. Ну-ка, шо это с вами? Люда. Вы шо, трезвая? Так еще же утро. А когда это нас останавливало? Ну-ка, идем. Идем. Так. Где? О, доктор, доктор. Сейчас. Давай. Тебе для храбрости надо. Тебе сейчас кровь надо брать у пациента. Давай. Я не могу. Людочка, хочешь жить, пей. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. С локтя по-гусарски. Как в тот день. Вот другое дело. Давай. Давай, я вас пока осмотрю. Вот здесь так. Опа. Шо вы делаете? Осмотр. Вообще не так все делаете. А как тогда? Садитесь за стол. Открывайте компьютер. Запускайте танчики. Они уже открыты, да. Вот, играй в танчики, давай. Убивай людей, ты же это любишь. А ты? А ты рассказывай ему, как ты вчера погуляла на дне рождении свекрови. Значит, приехала к нам. А ты давай. Мы налепили жёлток. А голубцы, она целая. Доктор, посмотрите, пожалуйста. Очень больно. Только сегодня, что перелом, доктор. А то мы открыли бады. Доктор, очень больно. Вы что, не слышите, доктор? Вы сидите, играете. Доктор. Ты что умеешь? Давайте уже начнём диагностику. Давайте. Молодец. Возьми у него кровь. Давай. Опаньки. Ой. Сейчас быстро поднятая, не считается упавшим. А что это она делает? Зачем это она... Дежинфекция. Она же тут стерилизологом работает. На полставочки. Идём. Да не надо, не надо брать у него... Не надо брать у него кровь. Да, 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 всё, хватит этого. Давай теперь мочу будем брать. Давай. Ой, давай, сам, 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 есть. Ну? Что делать, знаешь? Догадываюсь. Не-а. Ты даже не догадываешься, какие приключения тебя ждут. Сначала ты будешь искать, где это сделать. Потом, когда ты найдёшь это место, ты очень удивишься, что там закрыто. А через час, когда ты найдёшь ключ и всё-таки откроешь это место, ты поймёшь, что это не то место. И вот когда ты всё это сделаешь, прямо в коридоре, на глазах офигевшей бабушки. Тебе это надо будет принести, знаешь, куда? В лабораторию? Нет. Другому больному. Потому что больных в больнице много, а банок... Одна. Нет, ну есть же какие-то современные способы диагностики, аппарат МРТ. Да, конечно. Так он всё время ж занят. На нём доктор Хаус всё время работает. Вот, доктор Хаус освободится и сразу же сюда. Хотя зачем нам доктор Хаус, если и так понятно, что у тебя волчанка? Слушай, ну скажите, зачем вы над ним издеваетесь? А он первый бред начал нести про МРТ. О, кстати, что это он бред несёт? Уже у него температура? Давайте меряю температуру. А вот температурку действительно измеряем. Измеряем. Да! Что это, доктор? Это градусник? Работающий? Ну, конечно. Никогда у вас таких не видел. А как же это... Олдскульное... Что? Да, я не понимаю. Как? А вот этот ваш любимый Брежнев стайл? Что? Какой? Ну, прекращайте. На самом деле нам министерство обеспечило нормальные градусники. Министерство? Ну-ка. Так он же ректальный. Нет, он должен быть обычный. Но он ректальный. Нет, на самом деле он обычный. Нет, он ректальный. Сейчас мы будем мерять температуру. Давайте. Нет, нет, нет. Температура у меня... Я прошу прощения, что отвлекаю от процедуры. Здрасте. Здрасте. Может быть, у вас есть корвалол бесплатный для пенсионеров? Так, бабулечка, иди... Есть. Есть. Есть? Ой, так что, еще может быть, сибасол есть? Есть. Так, шо это, я, получается, еще поживу? Поживете, бабуля. Ух ты! Раз пошла такая жара, может быть, и германское для суставов есть? Бабулечка, вот этого нет. Есть. Ну, честное слово, нет. Ну-ка, меряем температуру. Ой, сейчас привезут. Привезут. Ух ты! Первый раз в жизни за коммунистов не голосовала, и все сразу появилось. Волшебная у тебя палочка, сынок. Вот бы ты ее еще кому-нибудь сунул, чтобы нам коммуналку слизили. Дойдут и до этого руки, бабуля. Ага, ага. Так. На чем мы остановились? Аксель! Это еще что такое? Да мы же его вообще не от этого лечили, доктор. Ну-ка, давайте будем сейчас ставить банку. Вы хотели сказать и банки? Я же тебе все рассказал, банка здесь одна. О-о-о-о. Послушайте, пожалуйста, послушайте меня, уважаемый. Дайте мне, пожалуйста, ему помочь. А наша больница обеспечит вам и всей вашей семье лечение на лучшем уровне с абсолютно бесплатной медициной. Бесплатно? Абсолютно. Класс! Это что ж получается, Иван Иванович? Благодаря вам и вашей ноге реформа сдвинулась с места. Доктор, нужно сначала посидеть, попить чайку с печеньками, телевизор посмотреть, да? Дорогие украинцы, спешу вас обрадовать. После реформования МРЭО переоформление транспортных средств у вас займет не более 15 минут. Доктор, начинайте. У вас сегодня будет еще один клиент. Я пошел переоформлять. Абсолютно. 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 Доктор, ну что, вы уже с обновками разобрались? Выучили, что где лежит? Это было не трудно. Активированный уголь в тумбочке, а медикаменты и оборудование в соседней области. Да, да. Добрались-таки до нас реформы, дождались. Вам закупили новое оборудование. Серьезно? Да, что вы думали? Район про вас забудет? Выделили деньги, провели тендер. Счастье якое. Нареште, нареште мы сможем нормально ликовать. Это же и быстрейше, и краще будет. Да. Поэтому вот вам, доктор, ноутбук. Ну, правда, немножечко БУ, но батарея еще держит, аго-го, три, а то и четыре минуты. Ноутбук? Вы издеваетесь? Я рассчитывал хотя бы на аппарат УЗИ. Я аж полбудущего ребенка при помощи бабки определяю. Доктор, в министерстве сказали ноутбук, значит ноутбук. С его помощью вы будете связываться с более квалифицированным специалистами из города по скайпу. Вот такая реформа. Удачи. Спасибо. А УЗИ я тоже по скайпу делать буду, да? А то бабка уже через раз угадывает. Вы бы нам лучше таблетки какие-то прислали. А то травками уже лечить не комильфо. Так, что у нас там за скайп такий? Подивимемся. Вы кто? Здравствуйте, я ваш сельский коллега. Вот проверяю, как реформи работают. Здравствуйте. Я извиняюсь, вы что, заикаетесь? Не-не-не-нет. А, понятно. Ноутбук есть, а интернета, как не было, так и нету. Все через одно место. Что? Болит одно место? А, сейчас я это, я как раз себе вот мазь накладывал. Сейчас я скажу, как называется. Не-не-не, мазь не треба. Розумите, у нас тут нетипичный случай для села. Девушка соби дуже сильно увеличила грудь и теперь не может сбирать урожай. Что, что, что он себе увеличил? Девушка, грудь увеличила. А, девушка? Ага. Что порадите? Графия. Что, что, связь пропала, еще раз, будь ласка. Есть ее фотография. Флюорография? А это поможет? Фотография ее есть? Ну, там у нее все видно. Не зрозумев. Зараз я поправлю интернет. Что, не слышно тебя сейчас? Интернет, скажу, поправлю зараз. Изображение пропало. Зараз, зараз, зараз. О, во, во, сейчас хорошо. Нормально? Ага. Вот такой. Нормально? Ой, 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 ой. Один доктор в селе остался и тот повеситься хочет. Что ж такое, я не вижу ничего. Ну, что ж. Привет, Петрович. Клаудия Степановна, добрый день. Проходьте, будь ласка, седайте. Ага. Будь ласочка. Ага. Будь ласочка. Ой, все добренько. С чем сегодня пожаловали? Угадай. Артрит? Нет. Радикулит? Нет. Давление? Нет. А что тогда? Заинтриговали прям? Все сразу. Ну, добренько, будем вас зараз оглядать. Не-не-не-не-не. Я по телевизору смотрела. Уже можно по компьютеру с доктором связываться с городским. Звони доктору. Он пускай меня осматривает. Нашу вам той доктор. Я вас же сороков знаю. Я знаю все ваши трещинки. И я кихликувать тоже знаю. Звони доктору, говорю. А то вот пойду яду выпью, а в предсмертной записке напишу, что ты посоветовал. Звони. Добрый, як скажете, ось. Будь ласка. Ого, два доктора у нас. Здрасте. Кто это? Это я, ваш сельский коллега. Я вам звонил. Помните? Да, да, помню. Мазь хотел узнать. Сейчас, как она называется? Жопомесил. Да, да. Все. Счастливо. Не-не-не, мамась не треба. У меня тут пациентка. Розумите? Да. Я не вижу ее. Сделаешь МРТ, поперезвонишь. Ага. Яке МРТ? У нас в селе нема МРТ. Что ж таке? Делай МРТ. Лавдия Степанівна, у нас нема МРТ в селе. Я говорю, делай МРТ. А то вот прямо вот тут сейчас окочурусь. Милиция придет, а у меня в холодненьких ручках записка с твоим именем. Быстро. Добренько. Сробим вам МРТ. Только очи заплющить. Так. Заплющить. Вставайте. Пошли в кабинет. МРТ. Вот. Обережно. Тут голову пригинайте. Обережно. Тут. Так. Ой. Ступенька. Осторожно. Так. Так. Седаем. Ага. Кресло МРТ. Добренько. Ого. Починаем сеанс МРТ. Давай. Клик. Тюк. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Все сделали. Ого. Ой. Сразу полегчало. Сразу вот эта МРТ лучше стала. Звони доктора. Будем говорить ему спасибо. Вот. Вот молодец какой. Ну ладно. Звони. ну что мрт сделал спасибо а ну покажи мне бабку детка и и такой-то бледновато так хочу бабка еще что-то болит сердце сердце колит сердце уверен что именно сердце ну-ка это пощупаю там только так на камеру пощупай чтобы я видел якость дивно звучит вы мало на уазе просто осмотр что там смотреть доктор сказал вщупай значит щупать мне уже 20 лет никто не вступал а ну давай клавдия степаневна я зараз вас буду осматривать области груди не трохи пощупаю но имей в виду что сердце у меня тут а горучу добренько давайте пощупаем ниже 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 все нормально все нормально там все нормально я пощупал пощупал послушаю ну слушай родилась я в екатеринославской губернии в селе макеевка родилась я в екатеринославской губернии что вы робите ай звони городскому доктору ничего не может не пощупать не послушать звони городскому доктору меня не получается слабкой я вас не вижу но виагра вам в помощь я груда вай клавдия степаневна цель для чоловеки в ну давай я деду дам ему лекарства тоже нужны давай быстро доктор поможить что-нибудь еще спину ломит что спина болит спину да но если болит спина значит нужно пациента перевернуть и вы какой интересный доктора давай давай так как мне становиться лучше для процедуры ты как что доктор сказал давай я все слышала не требуется рубит и там что доктор говорит давайте на всяк выпадок я перезвоню доктору еще раз питаю давай я же все слышала доктор повторить будь ласка щели что треба зробить пациента нужно перевернуть и выяснить причину боли я уже обрадовалась еще жалобы есть что горло болит что горло 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 это нужно ласкать 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 и потом тройки ухты сейчас ты все слышал давай ласкай меня ласкай ласкай ну и про главное потом не забудь давай же точно а я степанівна винить тема в на уазе я вот это не так давайте перезвоним ага не термином на увазе ты боязливый а можете доктор доктор я ваш сиски колега а опять вы ну так что непонятного горло полоскать и трохи сам еще жалобы есть голова кружиться голова это давление померяешь потом наберешь не не накидайте трубку боя завждин якось не вовремя дзвоню вопрос я на связи ага добренько ну я ж попросил не кидать трубку девин спрятався там а то шо ж такое а что ж ты меня накачал как лодку я тебе что резиновая баба что ли вы бачте клавдия степанівна я я суть я выпадкова вы бачте давайте еще раз позвоним кто это доктор ция ваш колега можем и вам бабку переправим а так вам а деньги у нее есть ну откуда у нее деньги а тогда все занято все палаты забиты а я покажете ваша фамилия плохая связь что-то тут шум какой-то вы щепоте на что это робите вы рукою камеру закрыли на что вы все робите то ничего подобного это реально реально связь что-то плохо мне милок зараз зараз ваша ваша улюбленная ваша улюбленная доктор допоможить доктор да куды ж вы доктор уберите руку кажут еще краще подавилась давайте раз два три чотири давай не вмирай пять шесть я в этом не участвовал и раз ой спасибо тебе белок который раз бабушку от смерти вручаешь уже я уже даже не считаю я считаю 18 же хороший доктор ты прости ты бабку старую вредную а вот этого доктора я черпеть не могу я его сразу невзлюбила а дай-ка мне ручку а будь ласка вот спасибо тебе хорошо а шо це вы робите а я этого доктора найду у него прям в кабинете а качурусь мне вскрытие сделают а внутри записка с его именем измит ноутбук собою то нашел мне нужен то на дорожку вина горячий будете им спину греть люди по домам в больнице тишина так что нам даже можно выпить по чуть-чуть что значит его можно такое ощущение что нам когда-то было нельзя а если кому-то понадобится помощь нам позвонят увидят что мы пьяные жалобу напишут слушай ну даже будут онлайн звонки чего бояться скажем что связь плохая и вообще с нашей зарплаты это мы должны постоянно жалобы писать ну что давай пусть в следующем году все будут здоровы здрасте приехали ты хочешь выпить за нашу безработица не давай лучше выпьем за то чтобы это ночь получилось незабываемой доброй ночи а вы кто я хакер я смогла компьютер включить и в больницу дозвониться женщина если вам хорошо тогда давайте будем отключаться а то вдруг действительно кому-то понадобится помощь какой отключаться я я подключала три дня бабушка вас что-то беспокоит вот когда начала вам звонить то болела спина а к моменту как дозвонилась через три дня уже перестала вот и хорошо с выздоровлением вас до свидания стой мне надо давление померить сможете нет дистанционно это сделать невозможно хорошо и я тогда к вам сейчас приеду а стойте стойте можем можем нам министерство выделило такой супер аппарат для проверки давления так что положите руку на клавиатуру куда на регистратуру на компьютер руку положи а на компьютер могу вот ну и у вас отлично бабушка вас 120 на 80 как у космонавта чудеса главное быстро и удобно и и такого давления у меня никогда не было всегда 180 на 100 спасибо хорошего до свидания ну это ты круто придумал ну слушай она реально к нам приехала ну что с наступающим наступающим ты такая прекрасная такая замечательная сынок ваш аппарат я своим перемирала 180 на 100 бабушка это ваш неправильно работает у нас американский стопроцентная точность а тогда можно я свой вам сейчас привезу и вы его почините ой нет у нас карантин это очень опасно так что до свидания слушай может ее заблокировать ай да ладно вроде испугалась может спать легла уже ладно все теперь наконец-то я уже надеюсь спокойно выпить что у вас вот последнюю колбаску хотели со стола взять да нет это я за стол сел до одиннадцати это вас жена так наказала дуни ну что вы теща жена вот это я до 12 выпить хотел а почему вы шепчете потому что они где-то рядом ходят слушайте мы вам вряд ли поможем звоните в полицию нет я в полицию не смогу у меня руки болят а нас вы как набрали но показать чем на большом куром нас набрали не 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 это я случайно наступил сам сам извините доктор до свидания даже адрес не успели спросить о чем бы мы ему помогли сейчас скоро только за ковидными выезжают так что на этот раз опять давление бабушка нет а что вот вот если в горле вот так вот вот так делается может у нее новая мутация коронавируса не это больше на приступ астмы похоже так бабушка смотрите на меня как вы себя чувствуете я себя нормально чувствую а мужику по ходу торба кошки что тоже этим болеют нет это он гад шерсти своей наглотался и ну и теперь вы можете ему давление померить мурзик она положила на компьютер спасибо мурзику а то это бабка нам вообще покоя не даст но я тоже можно понять ей может быть в эту ночь также одиноко как ко мне ну послушай но это можно исправить ну правда что пососите доктор он говорит помоги что у вас беда у него и да понятно ответили перед этим да вот видите человек признает свои недостатки это же ладно разобрались все нормально наступать ищем ой я боюсь что с этим карантином несчастных случаев станет два раза больше давай уже выпьем все это походу международный звонок дуэс пекин лишь не я наш вы меня слышите да да слышим что у вас случилось я стрелял салют на упаковке было написано 15 выстрелов а произошло только 13 и я решил посмотреть где еще два а вам больно у вас ожог вам нужно выслать бригаду а не на нормально ерунда и я просто не вижу ничего набрал первый попавшийся номер вы могли бы позвонить в магазин и и сказать им либо пусть они деньги вернут за салют либо пришлют еще одну хлопушку новый год выздоравливайте спасибо да что же заносить такая не ну правда вот в прошлом году в это время я уже ну уже еле разговаривал после этого еще прав три операции сделал кто-то хочет чтобы мы онлайн укол сделали прям вот мы слушаем вас это опять вы ну что на этот раз вас беспокоит в ушах стреляет у кота нет у меня вот так бабушка посмотрите в окно вот что вы там видите яркие вспышки точно бабушка это салют салют на улице стреляют с новым годом я поняла а с ушами что делать а ничего через 10 минут пройдет а вы приехать можете зачем салют посмотреть бездельники вам лишь бы ничего не делать за что вам только плачут бабушка и вас наступающим спасибо каким наступающим все уже наступившим вот с этим дежурством новый год пропустили да как говорится как новый год встретишь таковой проведешь так стоп я так не хочу провести новый год слушай может нам просто не 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 чокаться может тогда никто звонить не будет все работы как и тогда ну вообще как-то глупо так сидеть на новый год может может вы мне еще раз давление померите или барсику легкие там послушайте вы такие хорошие и я готова с вами весь год провести бабушка так дайва приедем мы к вам прямо сейчас накрывайте на стол у меня ничего нету да ладно и не знаю бульон какой-то приготовьте да и все мы едем бабушка на идет медицинская реформа только это украинская медицина за этой реформы не в не успевает каждый украине сознательно должен выбрать себе семейного врача мы всегда сознательно выбираем только всегда не тех врач может набрать до двух тысяч пациентов за взрослого и трудоспособного государства будет платить 370 гривен в год а за пенсионера 740 ух ты это интересно за живого пенсионера или за любого кого-то еще там нелегкое принесла бегу-бегу 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 ой а чё то я бежала сюда ой вспомнила кто там скажите а евгения михаловна здесь живет смотря для кого да доктор олег петрович я не вызывала доктора я знаю я сам пришел сам пришел сам и лечись ого а вам что это зарплату повысили что ли с чего вы взяли а такая рожа у тебя огромная глазок не влазит евгения михаловна у меня серьезный разговор я не одетая я доктор мне можно окстись я бабка мне уже нельзя евгения михаловна но мне просто спросить 200 гривен за что за просто спросить мне так поликлинике последний раз сказали ладно только откройте деньги покажи вот заходи скажите пожалуйста а вы уже слышали про медицинскую реформу слышала спросил пока подождите вы что уже выбрали себе врача нет я сначала решила себе место на кладбище выбрать зачем а вот новую реформу прочитала и поняла надо бронировать евгения михаловна ну какое кладбище о чем вы говорите я очень хороший врач еврей нет немец доктор хаус нет ты даже в тройку не вошел евгения михаловна дело в том что вам в любом случае нужно выбрать врача а я уже выбрала доктор комаровского какого комаровского бесплатного включаешь телевизор и лечишься нет вам нужен именно семейный доктор а что комаровский развелся что ли вот я ему хадина усатая нет ну это просто термин семейный врач семейный а это как трусы что ли ну можно и так сказать а ты сейчас в трусах да семейных да так ты уже семейный врач зачем я тебя сдалась а я вам объясню я хочу быть вашим семейным врачом лечить вас заботиться ухаживать помогать квартиру мою захотел да не нужна мне ваша квартира а что тебе от меня надо я же объясняю я хочу быть вашим семейным врачом если вас вдруг например что-то беспокоит вы звоните мне а я указываю какому специалисту вам нужно нахрена мне посредники а мой организм сам подсказывает что мне надо если сердце болит к кардиологу суставы ломит к ортопеду ничего не болит все к патологоанатому надо но какому патологоанатому что вы говорите вот что вы сейчас принимаете валидол валерьянку вали вали отсюда надоел уже хорошо вы просто возьмите визиточку и если вас что-то беспокоит вы сразу звоните мне и вам не придется не в очередяк алло алло доктор привет здрасте бабулечка рассказывайте что вас беспокоит ты меня беспокоишь стоишь у меня в квартире я говорю проваливай надоел что это было ты же сам сказал если что-то будет беспокоить звонить а ты меня не просто беспокоишь ты меня уже выбешиваешь то есть вы отказываетесь отказываюсь скажите а дед ваш к поликлинике приписан а дед мой уже к земле приписан так приписан что уже не отпишешь а а а это кто а это не мой дед ну вернее мой но что я обязана отчитываться перед тобой что я старость в одиночестве встречать что ли вот молодого нашла себе на пять лет моложе меня поздравляю дедульчка а вы уже про медицинскую реформу слышали он уже десять лет ничего не слышит дед дед иди там по телевизору фиксики начинаются ты дышь он у меня бывший физик а вот а мы что нелегкое принесла бегу-бегу-бегу-бегу-бегу кто там это ваш будущий семейный доктор гошенко евгений иванович открывайте вы шо там у тебя в поликлинике размножайтесь что ли евгения михаловна не открывайте это шарлатан а брат значит твой а бабушки веселее заходить пожалуйста милости просим у меня для вас интересное предложение вот это реформа а раньше одного врача недождёщий а теперь двое за тебя драться будут москве Associate бутик выбирайте меня и я вам гарантирую бесплатный масса я сделаю десять бесплатных массажей двадцать бесплатных массажей тридцать бесплатных массаж пятьдесят массажей успокойтесь вы пятьдесят массажей вы меня замнёте нафиг другое что-то А я вам выпишу скидочку на любое импортное средство. А я вам скидочку и гарантию, что средства действительно импортные. А я вам выпишу лекарство, которое действительно лекарство, а не какое-то плацебо. А я вам выпишу лекарство, которое лечит, а не с которого доктор получает процент. Как много я узнаю о нашей медицине. Молодец! 1-0 в твою пользу. Бокс. Бабулечка, я буду дежурить прямо у вас под подъездом. А я буду дежурить прямо у вас в квартире. А я буду дежурить прямо у вас возле кровати. А я буду дежурить прямо у вас в кровати. Ну, продолжай. Блин, 2-0. Эй, слабак. Если вдруг что-то случится, я лично выпишу вам место в палате. А я вам выпишу личную палату. А я выпишу личную палату с телевизором. А я личную палату с телевизором, массажисткой и гувернантом и пятиразовым питанием. Бабуль, поготь. Так а может ты будешь моим семейным врачом? Я уже Сергею Михайловну. 3-0 в твою пользу. Как 3-0? Подождите, подождите. Так, если у вас что-то болит, я вылечу вас прямо сейчас. Нет, это я вас вылечу прямо сейчас. Прямо сейчас. Ой, хорошо. У меня как раз на одной руке пальцем не сгибается, а на второй руке кулак скрючило. Давайте посмотрим. Смотри. Тяжелый случай. Можете обменяться. Так, это бабулечка моя. Это бабулька моя. Я сказал моя. Моя бабка. А я сказал моя. Ой. Ты мне руку вправил. Серьезно? Ага. 3-3. Я готов выполнять обязанности прямо сейчас. Ой. Эй. Ай. Дебил. Снова руку мне вывихнул. Минус 100 тебе. Давайте я вас послушаю. Что у вас там болит? Нет, подождите, подождите. Я вас послушаю. Не слушайте его. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Не дышите. Нет, дышите. Дышите. А вот сейчас не дышите. Дышите. Нет, дышите. Дебилы. Уходите из моей квартиры. Оба. О, третий пришел. Бабушка хочет всех посмотреть. Наигрался. Кто там? Откройте полицию. О, готовьте шарлатаны. Сейчас вас будут арестовывать. Заходите открыто. Сейчас. Здравствуйте, бабулечка. Значит, я ваш семейный полицейский. Слышите, вы там никакой наркоты мне не вкололи. Так вот, если вам нужно будет обратиться к следователю или к прокурору, то вы вначале звоните мне, а я уже направлю куда дальше. А, то есть раньше вы нахрен посылали, а сейчас еще дальше. Здравствуйте, бабулечка. Я ваш новый семейный пожарный. Значит так, бабушка, как только пожар, сразу звоните мне, хорошо? А я там уже решаю высылать к вам бригаду или пацанчика с огнетушителем. Ну или сами одеялком потушите. Здравствуйте, бабушка. Я ваш семейный депутат. Вот, держите хречку. Значит так, как только будете голосовать, значит, сейчас галочку вот здесь поставьте, а я уж вам расскажу, что дальше да как. Ага. Здрасте. Я ваша новая семейная, прости. Те, кажется, адресом ошиблась, а? Не-не, все правильно, я на этот адрес вызывал. Подожди меня в машине. Ага. Бабуля, давай, 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 бабуля. Ага, ага, вот сюда. Добрый день. Я представитель вашего семейного ритуального бюро, все там будем. И если вы вдруг умрете, обязательно перезвоните нам. Вы мне можете объяснить, что тут происходит, а? Правительство наконец-то решило подумать о своем населении, бабушка. Так что ж вы, гады, все с меня начали? Ну, действительно, ну чего вы прицепились к бабулечке? Отстаньте, медицинская реформа была первой, поэтому бабулечка наша. Что значит наша? Бабка моя. Моя бабка моя. Так, а ну, руки на кабак, бабка наша. Так, я сейчас здесь все подожгу, и мы посмотрим, кого она первого на помощь позовет. А я говорю, бабка наша. Я говорю, наша. А я говорю, наша. Я наша, говорю, она наша бабка, слышали? А я говорю, бабка моя. А я говорю, бабка моя. А, братишка, ну что, раз твоя бабулька, значит твоя, принимай. А я-то тут что уже сделаю? Это уже бабка полиции. Что? Это дело пожарных. Что? А я-то тут при чем? А сейчас ты узнаешь, при чем тут. Тихо, тихо, ты что, вообще сдурел? Так, я сваливаю. Я с вами. А полиция должна приходить после врачей? Ну, вроде дымом не пахнет, так что я здесь не нужен. Но кто же сейчас умирает без договора? До свидания. Ну-ка, бабуля, ставим галочку. Спасибо за ваш голос, бабуля. Я так понимаю, кушать вы уже не будете, да? Спасибо за ручку. До свидания. Вот так вот в нашей стране, чтоб тебе эти реформы не настигли, поможет одно – прикинуться мертвым. А если так дальше пойдет, то и прикидываться не надо будет. Бекусь. Да? Ну, зачем тебе эта грудь, а? Ну, к чему она? Я, вообще-то, кредит на машину брал. Ты пойми, это не для меня. Мама, это для тебя подарок на день рождения. Ты всегда говорил, что хочешь во время этого хоть за что-то подержаться. За такие деньги я готов продолжать за грелки держаться. Бекусь, слушай, может, пойдем домой, а? Может, они еще вырастут? Седьмого класса не росли, а тут вдруг начнут, да? Да. Ой, че ты ржешь? Типа у тебя оно там выросло. Во-первых, не оно, а он. Прояви хоть чуточку уважения. Не, ну чуточку, конечно, можно. Но вот твой друг, Сережка, он же сделал жене пластику носа. Так Сережка настоящий мужик. Сам сломал, сам отремонтировал. Ну ты тоже сравнила нос и грудь. Я тебе вообще так скажу, что хорошая грудь должна умещаться в ладошку. Ну не обе сразу в одну ладошку. Ну да. Да пойми ты, Шопенгауэр ничего не говорил о том, что его изречение каким-то образом противоречит учению Канта. Что? Конечно, еще Конфуций начал эту теорию. Я с тобой абсолютно согласен. Вот, Вика, смотри. Вот тебе последствия пластической хирургии. Это вы о чем? О глазах или о носе? А, вы про грудь. Это моя вина. Немного перестарался. После операции нельзя слишком жать, понимаете? А, это как типа у машин, да? На обкатке. Ну да, первую тысячу надо очень осторожно. Я понял. Вика, слышь, а может тебе тоже одну сисю сделаем, а на сдачу таврию купим? А чего? Сашка. Ты все равно на пассажирском, тебе одна нужна. Саш. Ты пойми, тебе будет приятно на них смотреть. Че по ним футбол показывай, че на них смотреть-то? Да зачем тебе еще длиннее ресницы? Такое впечатление, что вы, женщина, этими ресницами в бане меряетесь. только не надо начинать истерику я тоже тебя люблю давай не прелюдия хорошо слышь выкусь выкусь можете просто лифчик с пошапом купим и а давай ты будешь тогда пиво пить безалкогольная будешь на рыбалку ходить к нам в ванную будешь любовью заниматься я понял аккуратненько проходим хорошо хорошо молодой человек я думаю вам пора остановиться ну вы же не кенгуру чтобы на него как на хвост опираться кстати хорошая идея идите и шире ножки аккуратней со швами здравствуйте добро пожаловать в силиконовую долину доктор у нас форс-мажор да я понимаю но это уже шестнадцатая операция я боюсь повредить мозг она говорит об этом даже не задумайтесь все в порядке скажите пожалуйста когда мы а вы пожалуйста подождите а сколько можно человек седьмого класса ждет я так понимаю вы у нас не были нет с силиконом дело не имели нет как не имели подожди я же тебе силиконовый чехол на телефон дарил слушайте доктора а подскажите пожалуйста вот как они на выходе будут выглядеть вот так у нее а нет как у него я тебе сейчас бесплатную пластику сделаю и мужчину ну вы не обижайтесь пожалуйста ну просто я плачу большие деньги я хочу знать что я получу в итоге если вот что пощупать абсолютно резонный вопрос пощупать всегда можно всегда приятно вот пожалуйста щупайте века может и у мамы сегодня переночуешь а скажите пожалуйста а вот сколько они стоят импланты по 500 долларов а операция 6000 века может возьмем только импланты а и двусторонний скотч вон давай жидкие гвозди это наверняка привет ущербные женщина вообще-то здесь очередь а нет 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 мариночку надо пропустить без нее работа остановится я не понял это что главный врач главный донор мариночка пройдемте пройдемте моя хорошая слушай но тут у них услуги конечно это капец лифтинг лица блефопластика подтяжка кожи лица лазерная шлифовка лица это вот как это женское сто получается только ямы не хватает гинеколог у них в соседнем здании принимает а вот вы как опытный пользователь вот можете мне сказать как часто надо т.о. делать что ну там силикон менять развал схождения проверять там ну в принципе зависит от водителя но лично я делаю т.о. раз в десять тысяч раз ага так если это у нас раз в неделю века так она нам до две тысячи семьдесят третьего года хватит извините пожалуйста а расскажите как это после шестнадцати операции а я вообще-то к вам девушка обращаюсь вы меня слышите вообще слышит слышит просто она сейчас спит как с открытыми глазами да она когда пытается закрыть глаза у нее сзади что-то стрёмно трещит так а может мы тебя просто накрасим подстрижем там и все это очень заметно будет вот все эти изменения ну сашка ну вот например ты свою дачу любишь люблю конечно ты же сделал ей евро ремонт ну да вот и я хочу евро ремонт вик так это тени с фасада это те чердака начинать надо я просто я хочу быть привлекательной но викусь ну вот как тебе объяснить вот смотри вот допустим я покупаю таврию я же не покупаю на нее бампер от мерседеса почему потому что таврия здесь таврия на таврии останется понимаешь я хочу быть сексуальной вот как-то и хочется и колется я прошу прощения что встреваю но если есть сомнения лучше остановиться сразу иначе потом затягивает вы знаете я как-то уже им имена даже придумал зита и гита ой сашка а давай мы заодно твоего мэдху на чакраборте увеличим так силикон это круто вы не обращайте внимание она иногда во сне разговаривает да мариночка спасибо пожалуйста обращайтесь да проходите и идите в макдональдс восстанавливаетесь ну кто у нас следующее я следующий доктор я я по скорой простите а что такого срочного у вас нос уши у меня собственно говоря комплексный заказ а ну тогда рассказывайте рассказывать тут надо смотреть товарищи если у кого есть крестик лучше наружу и библию возьмите в руки ну все готовы да чем вы можете нас испугать натусечка ласточка заходи вот она моя сладкая вот он мой гормональный сбой пошел натусе она у меня просто плохо видит понимаете натусе здесь смотри она еще плохо слышит у меня понимаете надо на мясо на мясо на запах да идем на запах ласточка на запах идем отлично прекрасно прячем мясо боже какая ты у меня красивая вика да ты у меня вообще фотомодель доктор надо что-то решать я начинаю трезветь ну я смотрю глазки большие это просто стринги очень жмут сегодня мужик мужик да а че ты ее просто не бросишь бросишь что бросишь ее мою секулечку мою усечку мою ласточку да бросить ее это же расстроить ее отца 56 место в Форбсе 3 миллиарда в год доход это ж надо так деньги любить сережа со мной не из-за денег сережа со мной по любви да ротик закрой пока а то здесь не проветривается помещение я прошу прощения да а что вы хотите поменять в ней ну что в ней ничего я уже пробовал через месяц все возвращается поэтому лучше мне натяните глаза на для начала на затылок давайте чтобы как-то взгляд на жизнь был более так кстати хорош радость не смотрелось но может все таки мы поработаем с супругой я правда даже не знаю с чего начать сережа поцелуй меня а а губки накрасили помада жрала просто не углядел слушайте а вы не можете сделать чтобы меня просто парализовало по пояс прямо нижнюю часть чтобы хоть оправдание было какое-то я понимаю давайте пройдемте на анализы на анализы 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 она любит пойдем тебе там целый горшок анализа дадут спасибо анализы хорошо что ты все это время спала доктор так а нам куда вы идите в 10 кабинет будем оформлять возврат пойдем 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 осторожно вы меня надолго с ней не оставляйте прошу вас эй секундочку я иду господи я не хочу туда господи Вика слушай пойдем домой я же тебя полюбил такую как ты есть такую плоскую плоскую утонченную такую коротконогую миниатюрную такую дурочку с переулочка да тут не поспоришь конечно саш ну Викусь ну ты же понимаешь что грудь это не самое важное в жизни да большие сиси я уже и у соседки потрогать могу это ж какая соседка очаровательная Маруся дерзкая Вика взрывная Мотря и секси Яна все они разные но хотят одного видеть вас во дворца Украина 8 и 9 октября на концертах дизель-шоу приходите будет весело весело